всем привет друзья вы на канале gopster play на волне успеха ролика пробуем сборку калашникова под калибр 5.45 я решил записать аналогичный ролик с бюджетными сборками калашникова под калибр 7.62 на 39 почитав комментарии под прошлым роликом я понял что ребята не готовы тратить по 400 или там 600 рублей за выстрел под калибр 5.45 на 39 поэтому в данных сборках акцент будет сделан на боеприпасе 7.62 на 39 ps который продается на первом ранге у прапора за смешные 91 рубль за выстрел этот патрон по совокупности своих характеристик находится примерно на одном уровне с патроном калибра 5.45 на 39 bp но в отличие от того же bp стоит он в четыре с половиной раза дешевле и на него нет никакого лимита то есть вы можете использовать любое количество боеприпасов которые вам понадобятся да я понимаю что это далеко не топовый боеприпас но в бомж сборки калаша под 5.45 я использовал его аналог bp и у меня неплохо получалось за исключением тех случаев когда я встречал чвк в маске тагилы то есть я не мог пробить броню а в большинстве случаев бомж сборка отлично себя показывала но если все-таки вам не хватает огневой мощи ps всегда можно обратиться к 7.62 на 39 bp который можно крафтить но об этом позднее сейчас перейдем непосредственно к сборкам эти сборки будут предназначены для людей у которых торговцы прокачаны на второй и максимум третий уровень лояльности то есть практически для большинства людей играющих в тарков обычных работях у которых помимо игры есть еще свои дела для начала определимся какое оружие мы будем брать за основу это будет акм он обменивается у прапора на первом уровне лояльности за три банки тушенки тушенку можно купить на барахолке примерно за 6 7 тысяч рублей также акм крафтится на верстаке для крафта необходим карабин вепр 136 под калибр 7 62 на 39 стоимость его начинается от 6000 рублей также его можно посмотреть у скупщика далее для крафта требуется мультитул а также дульный тормоз мультитул стоит 23000 рублей а дульный тормоз 660 рублей итоговая стоимость акм в таком случае без затрат на топливо примерно 30 35 тысяч рублей если у вас еще нет bitcoin фермы или вы не крафтите гранатные кейсы для компенсации затрат на топливо то легче купить акм прапора на втором ранге также не забывайте о возможности найти акм на барахолке в довольно неплохом состоянии за относительно хорошие деньги итак акм у нас на руках мы его вы меняли купили нашли скрафт или как угодно давайте приступать к сборке первая сборка будет бомж сборка то есть та сборка которая в 100 процентов случаев вернется вам по страховке и для сборки которой не нужно быть семи пядей во лбу и достаточно иметь торговцев прокаченных на второй уровень лояльности для начала устанавливаем затыльник приклада теперь меняем цевьё на стандартная ак полимер которая продается на первом уровне лояльности у прапора ставим рк4 которая продается у лыжника на втором уровне лояльности снимаем целик устанавливаем самый дешевый синий лцу который продается у лыжника на первом уровне лояльности теперь устанавливаем переходник Тактик Тула для АК и АКМ. И на него устанавливаем дульный тормоз ДТК-1. На этом сборка Бомж Калашникова завершена. Стоимость такой сборки составляет 46 тысяч 400 рублей. Это в случае, если Калашников мы выменили на тушенку, то есть самый дешевый вариант. Эта сборка обладает довольно внушительными показателями отдачи, как вертикальной, так и горизонтальной. Но поскольку скорострельность у нас меньше на 50 выстрелов в минуту относительно АК под калибр 5.45 и боеприпас ПС не добавляет дополнительную отдачу. Сейчас перейдем в тир и я покажу вам, как эта сборка себя показывает в плане отдачи. Я буду стрелять с контролем отдачи. Практически все пули попали в ростовую мишень. Контролировать отдачу можно. Если вы не знаете, как это делать, посмотрите мой ролик про контроль отдачи. Ссылка будет в описании. Вместо коллиматорного прицела я использую лазерный целеуказатель, как и в случае с калашниковым под калибр 5.45 на 39 из моего прошлого видео. То есть прицеливаюсь и стреляю по синей точке. Примерно так. Теперь поговорим о том, как можно улучшить эту сборку. Снизив ей отдачу, добавив эргономики, а также дать возможность устанавливать коллиматорные прицелы либо оптику. Для начала необходимо заменить пистолетную рукоятку на тапка СОУ. Она продается у миротворца на втором уровне лояльности. Далее ставим цевьё CAA RS-47. Оно продается у миротворца тоже на втором уровне лояльности. Рукоятку мы оставляем РК-4, как и в прошлом варианте. Наша вертикальная отдача уже 87. Чтобы дополнительно снизить отдачу устанавливаем крышку ствольной коробки Бастион. Устанавливаем самый дешевый коллиматорный прицел это ПК-06 и его можно найти на барахолке даже за 6000 рублей. Дополнительно можно установить рукоятку затвора РП-1, которая прибавит нам эргономику еще на одну единицу. Но это уже по желанию. Стоимость такой сборки 70600 рублей. Сейчас перейдем в тир и посмотрим, как она себя показывает. Стреляем также с контролем отдачи. На мой взгляд, практически ничего не поменялось, но зато стало удобнее целиться. Это факт. Если вы достигли третьего уровня лояльности механика, а это 30 уровень вашего персонажа, то у вас открываются огромные перспективы по снижению отдачи у данного автомата. Сейчас я покажу вам небольшой лайфхак. Вместо того, чтобы устанавливать дульный тормоз RRD-4C, который открывается на четвертом уровне лояльности у механика, мы, как и в прошлом случае, устанавливаем переходник Тактик Тула для АК и АКМ и уже на него ставим RRD-4C для АК-74. Этот переходник под АК-74 доступен на третьем уровне лояльности механика. Тем самым мы снижаем отдачу до показателя 74. Также дополнительно можно заменить приклад, который тоже открывается у механика на третьем ранге. И снижаем отдачу до 72, а также поднимаем эргономику. Но это будет стоить нам дополнительных денег. Я лично оставляю все как есть, ведь 2 единицы отдачи не сыграет существенной роли. Стоимость такого калашникова 76 тысяч рублей. Повторюсь, это если АКМ мы меняем у прапора на тушенку, то есть самый дешевый вариант. Если вы все же решитесь заменить приклад, то стоимость возрастет до 94 тысяч рублей. Теперь перейдем в тир и посмотрим, как он себя показывает. Подброс ощущается уже не так явно и оружие гораздо проще контролировать. Также, когда ваш механик уже третьего ранга, вы можете построить верстак третьего уровня. Это позволит вам крафтить боеприпасы 7.62х39 БП, характеристики которых вы сейчас видите на своем экране. Если вы крафтите гранатные кейсы, то вы сможете компенсировать затраты на топливо. Но можно сделать еще дешевле, ведь зеленый порох тоже можно крафтить. Для крафта зеленого пороха потребуется 2 гранаты М67 и 1 дымовая граната. Самой приятной особенностью боеприпаса БП является то, что вы сможете поражать противника, облаченного в 5 класс брони, включительно. То есть вы будете представлять серьезную угрозу для вашего оппонента. Какие выводы можно сделать? Я не говорю, что это самые лучшие сборки или самое бюджетное оружие. Нет. Если вам не нравится эта бомж-сборка, всегда можно добавить сюда бастион, изначально не ставить коллиматор, а найти, например, коллиматор в рейде, убить бота, снять с него, снять с ЧВК-шника и так далее. Преимущество этого АКМа в том, что в отличие от той же самой СКС, он может вести автоматический огонь. То есть в упоре у вас уже будет больше шансов победить своего противника. Также, если вы не хотите использовать ПС-ки, сразу используйте БП-шки. Их можно найти на барахолке по 900 рублей за выстрел. И вы сможете постоять за себя в большинстве случаев. Я понимаю, что отдача, возможно, показалась вам великоватой, отпугивающей. Но на самом деле все не так однозначно и все не так плохо, потому что на средней дистанции можно использовать одиночный огонь. К этим сборкам можно придраться, я это прекрасно понимаю. Но тем не менее, за свои деньги они очень и очень неплохи. По крайней мере, выполнить какой-нибудь квест, прикрыть своего товарища, эти сборки на это будут способны. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите комментарии, высказывайте свои пожелания. Я читаю все комментарии. Будет интересно послушать ваше мнение. Также не забывайте подписываться на канал, фоловиться на Твиче, ставить лайки под этим роликом. И делиться им с друзьями. Всем спасибо, всем пока.